Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Дым сигарет без ментола. У меня 57 годов, я сигарету в руках не держала. Бобруйчанка чуть не погибла на пожаре у себя дома. Легко ли быть пешеходом? Все светлее, светлее. Начало становиться, потом все, я отключился. В городе службы отреагировали на участившиеся случаи наезда на детей. Не ради профилактики, а в борьбе за жизни. 100 базовых, лишение права управления транспортным средством на 3 года. ГАИ начали борьбу с бесправниками и пьяными за рулем. Мы начинаем. Отпраздновав на широкую ногу день рождения, они не думали о печальных последствиях. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Мать, поругавшись дочерью, спокойно легла спать. А вот потом начали развиваться горячие события. Подробно далее. В 14.31 на пульт МЧС позвонил местный житель и сообщил о пожаре у соседей по кирпичному переулку 8. Мужчина услышал громкий сигнал пожарного извещателя в доме напротив. Заметив огонь в веранде, тут же обратился за помощью. По прибытию огнеборцев к месту уже происходило горение веранды дома. Внутри создалось плотное задымление. Хозяйка находилась на улице. На момент пожара хозяйка находилась внутри дома. О самом пожаре она узнала о звуке сработавшего автономного пожарного извещателя. Женщина из горячего дома выбралась самостоятельно. Бригада скорой помощи сразу была госпитализирована с ожогами 2% тела. Однако спустя день была отпущена домой. Сейчас она разбирает завалы своего собственного жилища. Я выскочила, я спала в плавках. Мне что под руки попалось, я ухватила и выскочила. Она встала вон там. Вон там встала и плачу. В результате пожара повреждена кровля дома, перекрытие имущества в доме. Причина пожара устанавливается. Однако, что случилось после веселого застолья, хорошо помнит дочь пострадавшей. Она в тот день поссорилась с мамой и ушла примерно около двух часов дня. Спустя полчаса и начался пожар. Разнервничалась, покурила, закурила вернее. И, видимо, когда выбегала, бросила бычок по неосторожности. Всего же с 14 по 21 октября в Бобрыске произошло два пожара без гибели в районе один. Также за прошедший период подразделениями гор-райотдела под чрезвычайным ситуацией было совершено 11 выездов на горение мусора и подгорание пищи, 7 раз на срабатывание сигнализации и 11 на оказание технической помощи организациям и населению. С начала этого года в городе произошел 61 пожар, 5 человек погибло. Не уступил дорогу и сбил мотоциклиста. ГАИ проводит проверку по факту ДТП на улице Бахарова. Это дорожно-транспортное происшествие произошло около 19 часов вечера. Водитель двухколесного транспорта получил множественные травмы и был госпитализирован. О том, как все это было на самом деле, выяснила наша съемочная группа. Это ДТП случилось вчера на пересечении улицы Бахарова и 1-го переулка Нахимова. Дорогу в районе 19 часов не поделили Ауди и мотоцикл. При повороте налево водитель немца не уступил двухколесному транспорту, который двигался во встречном направлении. Столкновение было неизбежно. Ехала машина, ехала по промо и поворачивала на пивзавод. А этот мотоциклист со стороны пивзавода выезжал. И знаете, что так моментально, что даже было незаметно. Другие очевидцы отмечают, сильный удар был слышен в квартирах жильцов, дома которых как раз и находятся напротив дороги. Свидетели аварии уверяют, мотоциклист сломал ногу. За считанные минуты после ДТП его увезла бригада скорой медицинской помощи. В результате ДТП водителю мотоцикла причинены множественные травмы, с которыми он экспитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Это дорожно-транспортная, к слову, не единственная за неделю. В городе инспекторы зафиксировали 24 аварии за 7 дней. В двух из них пострадали люди. Мария Пересневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360. Безопасность на дороге – это обязанность, которая требует ответственности от родителей. И этим нельзя пренебрегать. Знать ПДД, как показывает практика, мало. Нужно еще уметь наблюдать и ориентироваться. О том, как это воплотить в жизнь, далее. Последние две недели в городе выдались особенно аварийными. Больше остальных в ДТП попадали дети. Сначала во дворе дома на 50 лет в ЛКСМ под колеса внедорожника угодила 8-летняя Аня. Имя вымышленное. Девочка стояла возле подъезда рядом с мамой. Буквально мгновение – и ребенок уже на асфальте. Сразу был болевой шок. И первые дни плакала, но все равно плакала, что в школу не пойдет. Мы хотим поблагодарить весь медицинский персонал, кто помогает нам. Первые дни было критическое состояние у ребенка. Было очень тяжело и нам, взрослым, кто ухаживает. Благодаря опытным действиям медиков и своевременно оказанной помощи, Аня уже переведена с реанимации в обычную палату. Правда, находится на вытяжке. И в больнице проведет не меньше месяца. Само ДТП девочка вспоминает неохотно. Оно и понятно – мало приятного. Как признается мама ребенка, пока ждали скорую, малышка все время вторила. А как же школа? С собой в палате у нее тетради. Каждый день повторяет пройденный материал и прописывает новые крючки и палочки. Я быстрее хотел перейти. И получается, я начал переходить. Что-то все светлее, светлее начало становиться. Потом все, я отключился. Напротив Аниной кровати лежит теперь ее новый друг – 9-летний Глеб. Он попал сюда позже, но с похожей историей. Мальчик шел со школы домой, навстречу ему двигалась мама. Правда, именно в этот день она не дала ему с собой телефон, о чем позже сильно пожалела. Пока Ирина на другой стороне проспекта переходила дорогу, ее сына сбила машина. Он пошел с девочками. Девочки, получается, перешли? Да, а он не добежал. Когда вы уже пришли туда на место, он где? Он уже лежал. Сам Глеб аварию помнит смутно. Сразу после удара он потерял сознание. На несколько минут пришел в себя в скорой, потом проснулся уже в реанимации. Несмотря на возраст, мальчик держится храбро. Не плачет, а наоборот улыбается и немного смущается перед камерой. Мол, одет по больничному. Не подойдет для эфира. На кровати Глеба сегодня лежит книга правил дорожного движения. Как рассказывает мама мальчика, о безопасности на дороге он знал. И дома всегда повторяли, и в школе учителя рассказывали. Что случилось в тот вечер, и почему он пошел на желтый сигнал светофора, непонятно. Главное, что ребенок жив и стремительно идет на поправку. А в будущем мечтает стать гонщиком. Правда, обещает сначала досконально изучить ПДД. Как и где правильно переходить дорогу, о чем говорят сигналы светофора, и что значат жесты регулировщика. Об этом и не только 18 октября. Во всех учебных заведениях города говорили учителя, сотрудники ГАИ и юные инспекторы движения. Все, чтобы еще раз напомнить маленьким гражданам об основных правилах безопасности. Проходи, зеленый свет. Правильно, молодец. Донести важную информацию самым юным участникам движения непросто. Но, как показывает практика, реально. Для этого во всех дошкольных учебных заведениях дворовые территории разукрашены под настоящие дороги. А в некоторых есть даже специальные кабинеты со знаками, светофорами и своим транспортом, где воспитатели в игровой форме рассказывают о безопасности. Позже сотрудники госавтоинспекции отправились в школы, где учатся наши герои Аня и Глеб, чтобы еще раз наглядно показать, как вести себя, переходя дорогу. Основная мысль такой акции – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в связи с участившимися случаями наезда на несовершеннолетних. У кого-то проходит дополнительный урок в рамках Единого дня безопасности, на которых ребята отвечают на вопросы, разгадывают ребусы, викторины, загадки. Маленьким подарком для детворы стала красочная постановка от скорой помощи. На их островке школьников учили оказывать первую помощь. И чем можно заменить в быту, например, лед или бинт, если таковых просто нет под рукой. Я научился то, что если кровотечение из носа, то надо голову не назад, а наоборот. Вот так вот надо голову делать. Я упал, потерял сознание, у меня пошло кровотечение из носа и открытая рана черепа. Вас дети спасли? Да, меня спасли, как видите. И теперь мы как бы спасаем других детей. Я считаю, что эти мероприятия очень хорошо проводить для младших классов, так как это пригодится все же в жизни. Наравне с сотрудниками ГАИ о правилах говорили и показывали юные инспекторы дорожного движения. Они, как никто другой, знают жесты регулировщика и иногда даже помогают родителям. Я помогаю сотруднику ГАИ регулировать на нерегулированном пешеходном переходе. Каждый раз, когда папа что-то не знает, что-то забыл, я ему всегда подсказываю. Но о правилах ПДД в школах говорят не только в эти дни. Работа ведется на протяжении года. Это и практика, ориентированные занятия и обязательно теория. У них есть возможность на таких занятиях не только получить знания, но и побыть участниками различных ситуаций при изучении правил дорожного движения. Родители должны помнить, большинство несчастных случаев можно избежать, если обучать ребенка правильному и безопасному поведению на дороге. Основная причина ДТП – дети переносят на улицу привычки, навыки наблюдения, которые они приобрели в быту. По 27 октября на территории Могилевской области будет проходить целевой комплекс надзорных и профилактических мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с управлением авто в состоянии опьянения, а также выявлению бесправников. Все надзорные функции госавтоинспекции в этот момент будут прикованы, конечно же, бесправникам, которых, как показывает статистика, очень много управляет на сегодняшний день транспортными средствами, ну и водители, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Всего же с начала года в Бабрюйском районе было задержано 149 бесправников. Ответственность за нетрезвые вояжи серьезная. Это штраф от 50 до 100 базовых с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Предотвратить опасность может каждый из вас. Просто сообщить о фактах нарушения закона, позвонив по номеру 102. Гулять так гулять. Предприимчивая жительница одной из деревень Бабрюйского района самовольно завладела банковской картой односельчанина и начала жить на широкую ногу. Правда, ненадолго. Работница сельхозпредприятия теперь обвиняется в хищении путем использования компьютерной техники. Женщине грозит срок от 5 до 12 лет лишения свободы. К слову, привлекается она не в первый раз. С ранее похищенной банковской карточки совершила хищение денежных средств. Ну и самостоятельно распорядилась ими в последующем. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Реянс. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok